Добрый день всем! 20 минут назад закончилось судебное заседание Красноярского краевого суда по вопросу законности избрания Анатолия Петровича меры пресечения в виде заключения под стражей по второму уголовному делу, по которому он был задержан 22 октября и арестован 23 октября. По результатам рассмотрения апелляционных жалоб стороны защиты Красноярским краевым судом принято решение об оставлении постановления Центрального районного суда Красноярска без изменения, а жалобы без удовлетворения. Красноярский краевой суд подтвердил законность принятого судью Центрального районного суда Красноярска решения. Таким образом, Анатолий Петрович Быков остается под стражей до 21 декабря 2020 года. Защита, конечно же, продолжит обжалование избрания меры пресечения повторно в установленном законном порядке, то есть через суд касационной инстанции. Однако, как показывает практика, касационный суд вмешивается в решение судов первой апелляционной инстанции в силу давности изучения документов уже после того, как наступает срок продления срока содержания под стражей. Поэтому, вероятнее всего, прежде чем мы узнаем, считает ли 8-й касационный суд законными решения Центрального суда и Красноярского краевого суда, раньше мы рассмотрим вопрос продления срока содержания под стражей Анатолия Петровича Быкова. По закону ходатайства продлений срока содержания должно быть рассмотрено не менее чем за 5 суток, то есть я предполагаю, что это будет 15-16 декабря. По моему глубокому убеждению, решение суда от 23 октября было еще более незаконным, чем постановление от 30 сентября, которым было продлено срок содержания под стражей и которое было изменено краевым судом на домашний арест. Но почему-то, вопреки доводам жалоб, Красноярский краевой суд решил, что они не заслуживают внимания и оставил постановление без удовлетворения. Я, конечно, не Владимир Соловьев и не Эдуард Петров и не имею намерения критиковать решение суда в той форме, которую они делают, но мне кажется, что это не совсем правильно, поэтому я продолжу обжалование состоявшихся решений в том порядке, которое мне предоставлено законом. Анатолий Петрович передает привет всем, кто за него переживает, всем, кто за него болеет, всем, кто следит за тем, как развивается ситуация вокруг его персоны. Поэтому всем спасибо. Мы будем надеяться на то, что хорошие новости наступят скоро.